Что же сильнее, жесткий Лэтвей или суровый ММА? Правильно, победу определит боец, а не стиль. А в этом бою они оба красавцы. Поэтому угадать победителя так же невозможно, как узнать, какой из мамонтова держит верх в бою за самку. Привет, уничтожающие котлеты-накаутеры! Вы на канале Мой Тай Сикея, я Федорович. Вместе с вами посмотрю и иногда прокомментирую очень жесткий и захватывающий поединок между тиграми. Итак, в красном углу в черных шортах боец из Мьянмы, представитель Лэтвея, которого зовут Тунтун Мин. Это очень серьезный и знаменитый боец у себя на родине, который провел много боев по Лэтвею и Муай Тай, а также дрался со многими иностранными бойцами. В синем углу, в красных шортах, боец из России, представитель ММА, которого зовут Евгений Климин. Я не нашел информацию о том, какой у него профессиональный рекорд и что это за боец, но думаю, что и школа Муай Тай ему хорошо знакома. А сам он как боец хорошего уровня. Иначе его бы просто не выпустили на бой против такого бирманского бизона. Тунтун начинает очень агрессивно. В принципе, он так начинает всегда. За это его и любят, но делает акцент именно на удары ногами. Кстати, вы заметили удар головой, когда Жека пошел в клинч? В Лэтвее удары головой разрешены и очень опасны. Кстати, именно после него у Климина образовалась сечка под левым глазом. Климин решил включиться в бой и пойти в атаку, но классной прямой доработка коленом от Тунтуна посадили его на канвас. Интересный проход за корпус от Евгения и перевод в партер, но это не ММА. Здесь добивать не дают. И Климин очень об этом жалеет. А мог бы доработать. Эффектный прыжок коленом, но неэффективный. И рефери разнимает бойцов клинчи. В Лэтвее клинч урезан до максимума, чтобы бой был динамичный и бойцы постоянно били в стойке. Но удары в клинче не запрещены. Классный лоу-кик от Мина, а когда Жека уже падал в ноги, Тунтун добавил и локоть сверху. Это очень неприятный и опасный удар в темечко. Ох-ох-ох, хай-кик от Бирманца. Казалось бы, прошел вскользь, но россиянин его очень хорошо почувствовал и поплыл. Рефери начал отсчет. Нужно честно признаться, что ударки у Климина для боя с таким мастером не хватает. А ему постоянно хочется сделать проход и перевести бой в партер. Это не потому, что он боец ММА, а потому, что усталость и понимание того, что в стойке ты проигрываешь, заставляет вязать бой и надеяться на чудо. Ведь смысла в этих переводах нет. Они не наносят урона и не изматывают Бирманца. Очередной удар головой от Тунтуна после того, как начался клинч. А Евгений встает очень тяжело и нехотя, но проявляет характер и продолжает поединок. Первый раунд заканчивается классным хайкиком от Мина, который пролетает над головой Климина, как стая журавлей над прекрасным лесом. Возникает только один вопрос. Сможет ли Жека отдохнуть и переломить ход поединка, который он проигрывает по всем статьям? Или мы увидим досрочную победу Туна? А пока вспомним лучшие моменты первого раунда. А второй раунд у нас начался в агрессивной, но такой же манере. Бирманец давит ударами, а россиянин переводит в партер. Отличный лоу-кик от Туна и отличный ответ правой рукой от Климина. Хайкики Тунтуна Туна, как небесные молнии, пролетают вроде бы где-то рядом и вскользь, но противник получает огромный урон и уже не может встать. Нет, это еще не конец боя, это тайм-аут, как в баскетболе. По желанию секундантов можно взять время для отдыха, и они выбрали правильное время, чтобы им воспользоваться. Иначе Жека уже не встал бы. А наш бой продолжается со второго раунда невероятным замесом и обменом жесточайших ударов. Но победителем с этого размена выходит Тун. И Евгению снова отсчитывают нокдаун. Кажется, Климин решил собрать все свои силы и волю в кулак и показать, что это еще не все. Отличные удары. Нужно было так работать сразу. Но мощь Мина не сломана, а его колени в прыжке это хуже бегущего носорога. Евгений снова на конвасе и не может встать. Но Гомб про конец раунда его спасает. А пока вы наслаждаетесь лучшими моментами второго раунда, скажу, что на третий раунд Климин уже не вышел и правильно сделал. Яркая и безоговорочная победа Тун-Тунмина. Но и Евгению Климину нужно отдать должное за мужество. Выйти на бой с таким знаменитым монстром многого стоит. Пишите в комментах, как вам бой. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай посмотрят, что такое лэквей. Также смотрите бомбовые видео в описании и в подсказках. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.